Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня я буду готовить супер вкусный болгарский супчик, который называется пелешка супа. На его рецепт я наткнулась в интернете и мне он очень понравился. И сегодня я попробую приготовить. Обещано, что это будет очень вкусно. Что нам понадобится? Нам понадобится куриный бульон. Я его готовлю из трех половинок ножек и где-то полтора-два литра воды. Нам понадобится две картофелины, немного вермишели, также нам понадобится перчик. Я взяла половинку перчика. Можно красный, зеленый, в общем паприка, что-то такое. Нам понадобится одна луковица, две небольших морковины. Здесь используется по рецепту соль шарена, но у меня ее нет. И я заменила на просто соль и добавила просто чабрец и мяту, так как в этой соль используются эти приправы. Также нам понадобится где-то две-две с половиной ложки турецкого йогурта или же обычного кефира, полторы-две ложки муки, соль, перец, также нам понадобится один желток и 3-4 столовые ложки растительного масла. Бульон у меня вот только закипел, я его посолила по вкусу, уменьшаю огонь, закрываю крышечкой и будем варить мы это где-то примерно полчаса. В это время мы подготовим с вами пассировочку. Сейчас мы измельчим лук, морковь и перец. Измельчим это вот в нашей кухонной машине. Не очень мелко, на средние кусочки. Выливаем наше масло на сковородку и отправляем сюда. Смотрите, вот на такие кусочки мы все измельчили. Отправляем это на огонь, чтобы все это спассировать. Пахнет это уже прекрасно, как обычно. Все, отправляем на газ и пассируем. А мы в это время займемся картофелем. Пока у нас все будет пассироваться и порежем это на небольшие кубики. Вот так примерно. Вот на такие кубики мы порезали картофель. Так, белочек мы отделим сейчас от желтка. Так как нам только понадобится желток. Теперь добавим к желтку йогурт. Можно взять обычный йогурт, не обязательно турецкий. И перемешаем все это вместе. И добавлять будем сюда нашу муку. Смешиваем, чтобы не было комочков. Итак, курица наша сварилась. Мы отделяем теперь мясо от кости. Смотрите, можете и шкурочку тоже. Я, например, и шкурочку тоже убираю. Итак, спокойная часть моего видео закончилась. Пришли дети с улицы. Курицу мы расщипали. Теперь в бульон мы отправляем картофель. Отправляем нашу зажарочку, которую мы сделали, пассировочку. Так, Юсуф хочет что-то приготовить. Полетели терки на пол. Юсик, иди, папа тебя зовет, зайчик. Мам, вот это. Так. Отправляем сюда же мясо. И ставим это варить на огонь, пока картофель не станет готовым. Итак, картофель у нас уже готов. Теперь я что делаю? Отправляю сюда специи. Теперь я отправляю сюда вермишельку. И я посолю еще. О, поперчу, извиняюсь. И перемешаю, отправляю снова на газ. И поварим еще минуток 10. Теперь к нашей заправке. Суп у нас уже готов. К нашей заправке мы добавляем немножко бульона. Размешиваем. Это для того, чтобы, когда мы это все введем в нашу массу, чтобы у нас мука не закомковалась. Добавим еще немножко. Сделаем просто пожиже консистенцию. Вот так. Вот такая у нас заправочка получилась. Если вы будете использовать зеленый перец или желтый, то у вас будет суп более светлого цвета. А так как у меня тут морковь, он, смотрите, морковь и перец. Так. Все это нужно размешать сразу. Все это вводим. Вот так. И наш супчик готов. И вот такой прекрасный супчик у нас получился. Приятного вам аппетита!